Всем привет! Сразу хочу, как всегда, сказать спасибо всем тем, кто пишет комментарии под этими самыми роликами. Ну и спасибо всем тем, кто материально поддерживает канал. А что до комментариев, то пишите, очень интересно их читать, на самом деле. Я говорю чистую правду, я их читаю, не на все успеваю или обладаю способностью ответить, потому что очень много работы, которая дает мне возможность делать эти ролики. Если бы не было этой работы, я бы ничего не делал. Так что пишите, очень интересно беседовать. Человеческое общение – это самое важное, на мой взгляд, самое важное из того, что мы имеем в этой жизни. Человек – существо социальное, кто бы что ни говорил, и одному достаточно тяжело. Слава Богу, я не один, и вы не одни, потому что я с вами. Очень много писем в виде комментариев, в виде постов, в виде писем на почту мою, кстати говоря, было о группе Кэмэл. Я люблю группу Кэмэл, но рассказывать о ней сегодня не буду. Я погружусь в пучину кентерберийского рока не с Кэмэла, а с другой музыки. Вот, например, с группы Караван. Но для начала я хочу показать пару пластинок изумительного музыканта, одного из основателей группы Караван, Ричарда Синклера. Или Синклера, или Синклера, я не знаю, я не знаю точно, как произносится его фамилия. Две пластинки, одна 92-го года, вторая 94-го, это 92-го, Караван of Dreams, Ричард Синклера, или Синклера, Караван of Dreams. Это название его группы очередной, которую он собрал после многочисленных своих перетурбаций, после того, как он из группы, по-моему, Wild Flowers пришел в Караван и там крепко очень осел. После чего он ушел в группу Headfield in the North, которую создал, собственно говоря, являясь одним из ключевых музыкантов Headfield in the North. Замечательная группа, у меня, к сожалению, нет ни одной пластинки их. Это чудесный коллектив, просто вот кентерберийский рок в лучшем его, в пышном его проявлении. Потом он принимал участие в записи пластинки, которую многие мои знакомые считают лучшей пластинкой рок-музыки всех времен и народов в принципе. Что лучше ее нет, пластинка. Все остальные пластинки очень хорошие, но не такие интересные, не такие радикальные, как Rock Bottom Роберта Уайетта, где Ричард Синклер принимал участие, в записи которой Ричард Синклер принимал участие. Потом он играл еще где-то уже, а потом его приглашали в группу Питера и Габриэла. Но его место занял там Тони Левин, как известно. А Синклер, вроде бы оставшись неудел, но ненадолго. Остался неудел, но ненадолго. Согласование времен – это вещь важная. И вошел в состав той самой группы Кэмэла, которую мне все время пишут и которую просят обозреть. Из группы Кэмэла он записал два с половиной альбома. Один из них, я считаю, ну, на мой взгляд, опять-таки, я говорю от себя, я считаю лучшим альбомом группы Кэмэла – это Rain Dances с участием Синклера и массы очень интересных других музыкантов. Потом он играл, 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 где-то там играл и собрал группу Caravan of Dreams. Это второй альбом, по-моему, Caravan of Dreams. И что я могу сказать, что здесь есть, здесь вся музыка здесь хорошая. Она вся волшебная, просто воздушная и непередаваемо прекрасная. Но вот песня «Plan It Earth», не «Plan It Earth», а «Plan It Earth», которая длится 7 минут 11 секунд, она наверняка войдет в мой список 100 лучших песен всех времен и народов. Попробуйте найти вот эту пластинку, послушать «Plan It Earth» и все остальные вещи. Вот этот альбом 1994 года, он еще лучше, чем даже Caravan of Dreams. Я, собственно говоря, об этих пластинках расскажу потом как-нибудь отдельно, потому что Ричард Синклер, он, на мой взгляд, один из самых интересных бас-гитаристов в рок-музыке. Один из, подчеркиваю, не самый интересный. Но он удивительный музыкант, композитор, он написал половину музыки «Караван», той самой, о которой речь идет, пойдет сейчас. Вокалист, прекрасный аранжировщик, человек с невероятной фантазией, и манера его игры, она абсолютно своя, абсолютно индивидуальная, не похожая ни на чью-другую манеру. Ну, так же, как примерно манера игры Пола Маккартни на бас-гитаре, который является великолепнейшим басистом, просто исключительным. И манера Джона Энт Уисла из группы The Who. Тоже совершенно все свое, и все настолько интересно, настолько здорово. Но вот речь Ричарда Синклера можно туда приплюсовать к басистам с самой богатой фантазией и заходившим на неизведанные территории музыки. Вот так вот я выскажусь. Ну, про «Караван». У меня всего две пластинки дома «Караван». Это «In the Land of Grey and Pink» и «Waterloo Lily». Соответственно, 1971-1972 год. Почему только две? Потому что ранний «Караван», при всем при том, что там великолепные музыканты и тот же самый Ричард Синклер, они как-то какие-то неоформленные, наверное. Они очень хорошие, но я их слушал, но как-то они звериного восторга во мне не вызвали. Хорошая музыка, да, но так, чтобы пробрало, такого не было. А после «Waterloo Lily» там пошла другая история. Там «Караван» стал превращаться медленно в очень крутую, очень интересную, очень оригинальную, но просто английскую рок-группу. Эти две пластинки – это… Я не могу назвать «Караван» здесь просто английской рок-группой. Это абсолютно отдельная музыка. Просто штучный товар. Что одна пластинка, что вторая. Совершенно штучные работы, и они не похожи на просто хорошую рок-группу. А дальше уже пошла просто хорошая рок-группа с хорошими песнями. Можно по радио их крутить, можно где угодно, клипы снимать, и все-все-все. И в общую линейку они встроились прекрасно. Хотя музыка хорошая, да, музыканты великолепные и все такое. Но, как пел Булацшалыча Куджава, но что-то главное пропало. Хорошая песня была и есть. Послушайте ее. А Куджава мудрый человек был, великолепный поэт. Так вот, In the Land of Great Pink. С чего мы начнем? 1971 год. Состав. Ричард Синклер. Бас-гитара, акустическая гитара, вокал. Пай Хастингс. Электрическая акустическая гитара, вокал. Дэвид Синклер. Арганфорд. Фортепиано. Мелотрон. Вокал. Ричард Голдхан. Ударная перкуссия. Джимми Хастингс. Флейта. Тенор. Саксофон. Пикколо. И труба, кстати говоря. Не обозначена здесь нигде. Дэвид Гринстед. Колокола. Уинт. Видимо, духовые всякие вот эти вот штучки типа блокфлейта. Но по обложке в данном случае можно судить о музыке. Все говорят Толкин, Толкин. Толкина я, кстати говоря, не то чтобы не люблю, но я читал, интереса никакого. А мне не вызвали его произведения, прямо скажем. Ну, вообще никакого. А фильм я просто смотреть не смог. Ну, такой я серый человек. Страна серого и розового. Да. Я, видимо, к серому здесь отношусь. Ну, это сказочное путешествие по удивительным местам средневеков. Средневековые замки. Фантастические пейзажи. Реки, озера, горы, поля. Растения, невиданные цветы. Цветы, 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 цветы. Везде. В стране серого и розового. И музыка такая же. Она меня очаровала в свое время просто с первого прослушивания. Это было очень давно, много десятков лет назад. Ну, не много десятков. Ну, так, пару десятков. С небольшим. И самое начало. Голф-гелл, когда ставишь. Начинается вот это вот с трубой. И это такая призывная, зазывная труба. Вместе с группой, конечно, все, не одна труба. Приглашает в путешествие. И за этой музыкальной фразой, сыгранной на трубе. Так мы и пошли по этому альбому, не останавливаясь. Потому что остановиться невозможно. Настолько все здорово. Настолько все фантазийно. Настолько интересно. Настолько непредсказуемо. Что никуда не свернешь, не вывернешь. Ни Ес тут рядом не стоял. Ни Дженесис, ни Кинг Римсон. Это совершенно все другое. Это все тяжеловесно, громоздко. При всей моей любви Кинг Римсон, Ес и Дженесис. Ну, это такие монументальные построения грандиозные. А здесь ничего монументального. Здесь критики пишут о прекрасном взаимодействии музыкантов. А я не назову это даже взаимодействием. Это единое целое. И группа, она как такой шар, который переливается разными цветами. Все время меняется. Не останавливается. Не замирает ни на секунду. И так все легко, так естественно. Но не безобразно. Замечу. Очень красиво. И несется, несется, несется. Голф-герл начинается с легкой вот этой вступительной истории. Призывающей к путешествию. Потом развивается с импровизациями клавишными. Прекрасный ритм гитара. Отрабатывает фантастически. И клавишные синтезаторные дела. Летят, 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 летят. Прилетаем в Winter Wine. Семь с половиной минут. Практически симфоническое произведение. Очень красивое, легкое. Симфоническое. Но без симфонии. А сыграно все группой. Бас-гитара, гитара. Синтезатор, клавиши, мелатром. Тоже клавиши, да? Я в курсе, если что. Ударные, духовые. И такая сложная, в то же время легкая штука. Пьеса, я бы сказал. Такая красивая, что никуда просто нельзя ее отринуть. Отрицать. Love to love you. Веселая, бодрая, неожиданная песня. Rock. Такая. In the land of gray and pink. Понятно, что это уже утверждение того, где мы находимся. Мы находимся в этой самой стране. И эта песня, заглавная, in the land of gray and pink, она и объясняет, где и что с нами происходит. А на второй стороне полотно на 22 минуты 40 секунд. Чуть-чуть с вокалом, но такая развернутая, квазисимфоническая история. Не в духе ЕС совсем, и не в духе Genesis, и не в духе King Crimson, а в духе караван. Там полет, средневековые вот эти пейзажи, но не грубые, страшные замки, да, а очень красивый, легкий синтезатор, флейта. Все летит, все переливается. Только в конце врубается бас-гитара с рифом в последней части этого полотна. Все-таки вспоминаем, что это рок-группа, и это здорово. А вот в Waterloo Lily, следующий альбом, он пожестче. Вот, кстати, глава, такая штука. Он пожестче. Здесь больше гитары. Если в этом альбоме гитара все-таки больше такую ритмическую функцию несет, здесь уже развернулась гитара по полной. Здесь больше рока, больше джаза, больше жесткости. Но красота никуда не исчезла. Ватерлоу Лили, первая песня, сразу задает гитарный, то, что называется, рифинг. Пошла гитарная такая перегруженная тяжесть, но тяжесть не прижимающая нас к полу. Все-таки это караван. И Nothing At All, следующий номер, который состоит из раз, два, три, четыре. Из трех, нет, из трех частей он состоит. Я не буду называть каждую часть, потому что это единое монументальное полотно. Прекрасное соло и на синтезаторе, и на гитаре, и на саксофоне, и по-всякому по-разному. В джаз немножко крен. Даже сравнивать с лучшими записями стиля Дэн эту штуку. Но это потяжелее. Это все-таки английская рок-группа. Очень красивая песня Songs and Things завершает первую сторону. Вспоминаем сразу альбом In The Land Of Grand Pink. Прямо как будто песня оттуда. На второй столе Аристокраси. Тоже песня, которая могла бы войти в альбом In The Land Of Grand Pink. Такая же красота вокальная, замечательная. И моя любимая штука. Опять-таки длинная вещь. Двенадцать с половиной минут. Раз, два, три, четыре, пять. Вот это из пяти частей состоит. Опять развернутая импровизация после пения. Сначала мы поем, а потом мы две минуты. А потом десять минут играем. И играем такое соло на флейте. Умопомрачительное. Умопомрачительное. Сначала совершенно академическое, а потом начинается хулиганство флейтовое. И так красиво, так здорово. И последняя вещь. Она просто... Она намекает на то, во что превратится караван дальше. В хорошую английскую рок-группу, которую можно крутить по радио. Но песня очень красивая. Но эти два альбома, они по музыке своей, по оригинальности, по свободе, по красоте, они не сравнимы ни с чем не сравняться. Ни с какими произведениями английского так называемого арт-рока. Это абсолютно отдельная такая история. Вот за нее я и пойду и выпью сейчас. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok